В самое ближайшее будущее мы увидим, что, например, хирург, он же программист, потому что он будет делать операции через робота. Но он хирург или программист? Вот это будет вопрос. Что, по вашему мнению, является самым современным или, не знаю, злободневным подтверждением того, что индустрия 4.0 – это уже то, что есть сейчас? И вот эта конвергенция между разными отраслями, разными бизнесами, она уже произошла. Ну, прежде всего, опять же, что такое 4.0? Это 3D-принтеры. Такие основные характеристики индустрии. 3D-принтеры, автономное вождение, искусственный интеллект и роботехника. Поэтому давайте посмотрим по сторонам, и где у нас есть, например, автономное вождение, авиа. У нас одна из линейок бизнеса в нашей компании – это Автомотив. И мы делаем и Чимай Химин Машин Интерфейс, и навигацию, и как раз компьютерное зрение, что является основой для автономного вождения. И, как вы знаете, уже есть автомобили, которые можно, там, один из них Google, да, которые можно уже потестировать и посмотреть, а что такое автономное вождение. Это вопрос только здесь и сейчас. А что будет через ближайшее время, мы увидим, что это будет уже, наверное, масс-маркет. Сложно сказать, там, период 5-7-10, но вот где-то в этом диапазоне мы уже станем свидетелем. А как это меняет бизнес, собственно? Это точно меняет бизнес. Прежде всего, это определенные вызовы. Это вызовы и понимание, какие тренды будут происходить через 3, через 5, через 7, через 10 лет и через 15. Потому что клиент ожидает от нас не только сервиса, наверное, да, и не только того, что клиент заказал. Клиент от нас ожидает комплексных решений и понимание того, а что будет актуально через время, что поможет увеличить дельту его бизнеса. Соответственно, вызовы в технологиях, потому что раньше технологии, наверное, были где-то больше волнообразны. Сейчас это в формате цунами. И второй вызов — это люди. Потому что уже в ближайшее время, эксперты прогнозируют, к 2025 году будет сокращено 5 миллионов рабочих мест. Сейчас 200 миллионов безработных в мире. Второй тренд, который мы видим, это старейшее население. Например, в Европе 9 из 10 стран, 30% в этих странах — это население, возраст которого больше, чем 65 лет. Для нас это не работа еще населения. Миграция — это определенные риски где-то и возможности. Потому что может быть трудовая миграция положительная, может быть миграция, которая вызвана какими-то форс-мажорами. Есть возможности индустрии 4.0 для людей, которые потенциально, как вы сказали, могут остаться без работы. Есть ли они возможности для бизнеса, который точно так же может потенциально остаться без работы. Тот же завод по производству деталей может остаться без заказчиков, если появится завод, который купит себе 3D-принтер, который сделает ту же самую деталь. Точно. Поэтому с одной стороны это возможности, с другой стороны угрозы. Автоматизация может сокращать затраты, тем самым возможно высвобождать определенные финансы или инвестиции для исследовательской работы. Для сотрудников или для специалистов то же самое. И возможности угрозы. Потому что если мы видим, что простая механическая работа будет заменяться роботами или будет автоматизирована, соответственно, нам необходимо сфокусироваться на тех компетенциях, которые будут актуальны, ну как минимум, возможно, через 5 лет. И то, что сейчас прогнозируется, это умение, то есть что не делают роботы и чем отличны будут люди. Это креативность, это способность создавать инновации, это способность управлять людьми, это эмоциональный интеллект и компетенция или способность, которая позволяет принимать решения, сложные решения в быстро меняющемся мире. Можно ли сказать, что эпоха индустрии 4.0, она уже настала или сейчас происходит так называемый подготовительный этап, когда все компании исследуют, а что же будет дальше, а как же использовать то, что есть сейчас и провести вот эту конвергенцию технологий, знаний, программирования физических и математических знаний наших? Я думаю, что многие думают, что индустрия 4.0 впереди, но на самом деле она уже здесь и сейчас. Я приводила в пример, что к 2025 году может быть распечатана печень. На самом деле уже в Китае распечатан на 3D принтере мочевой пузырь, и он имплантирован в тело человека и живет там успешно. Соответственно, где индустрия 4.0? В будущем или здесь? Уже здесь. Соответственно, наша задача идентифицировать направление, понимать, в чем мы лучше, да, и строить совместную стратегию, стратегию реализации. Проблем с персоналом, который мог бы существовать в этих реалиях, нету? Проблемы с персоналом в IT есть везде. В Люксофте 30 офисов, которые находятся в 17 странах мира. И, к сожалению, нет ни одного места на Земле, где бы у нас не было... Была такая ситуация, что количества IT-специалистов было бы достаточно. Безусловно, мы боремся за таланты, и это, я думаю, происходит не только в IT-сфере, не только в индустрии. А какого рода специалисты появляются сейчас с учетом потребностей в индустрии 4.0? Это хороший вопрос. Один из трендов — это IT, это интернет вещей, это DevOps, это Cloud. Мы стараемся открывать, стараемся смотреть, опять же-таки, что происходит вовне. Есть ли подобного уровня специалисты у нас, и работаем над тем, как их развивать, как их обучать. У нас есть центр экспертизы, центр of excellence в компании. Это горизонтальные практики, которые проходят через все линейки бизнеса. Наверное, я назвала только ряд фокусов, на которые мы смотрим. Но точно структура рынка и конъюнктура рынка меняются. Спасибо вам. О том, как технические инновации изменяют традиционно нетехнологические индустрии, нам рассказала Александра Ольхимович из компании Люксофт. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулевава, специально для Духа Скопия ТВ. Будьте с нами.